Я селебрити только про книжки. Ко мне приходят те люди, которые уже любят книжки. Когда Ксения Собчак фоткается голая на краю бассейна с книгой Себастьяна Хафнера, Себастьян Хафнер кончается в магазине на следующий день. Книгам, чтению надо возвращать, извините за выражение, секс. Они должны выглядеть секси в широком смысле слова. Надо поднять зарплату библиотекарям. Я вообще считаю, что лучшие люди в мире это библиотекари. Одна из главных профессиональных особенностей литературного критика и вообще на самом деле любого человека это некоторая впечатлительность и способность очаровываться и способность влюбляться. Мне почти всегда интересно подумать про книгу как и почему она устроена, почему она такая, что, грубо говоря, что хотел сказать автор. Я не дружу ни с кем из писателей, никогда. Я по возможности стараюсь с ними даже не знакомиться. Я, грубо говоря, снимая вечером маскарадный костюм литературного критика Галины Зефович, я перестаю быть литературный критик Галины Зефович. Галина, добрый день. Очень рада видеть вас здесь, в этой студии. Спасибо большое, что пришли. И, честно сказать, давно мечтала и думала об интервью с вами, потому что, ну, конечно же, слежу и за вашим творчеством, за тем, что вы пишете. И надо сказать, что для нас, для журнала, это большая честь. Вот такой разговор, что называется, у времени о себе, потому что рубрика личности, это не только профессия, это не только книжная отрасль, книги, чтение, но это еще и, собственно, те люди, которые эти книги выпускают, пишут о них, говорят о них. И для нас вот такая встреча для меня лично очень важна. Спасибо огромное, что позвали. Для меня тоже большая честь поговорить с главным отраслевым журналом. Мне бы хотелось начать наш разговор именно с вас, как личности, как формировалась Галина Юзуфовича, как читатель. Конечно же, это среда, я понимаю, что это интеллигентная писательская среда. Когда я росла, мои родители не были писателями. Это важное уточнение. Школьная учительница, мама. Папа, папа, школьный учитель. Собственно говоря, все мое детство и большую часть моей юности, мой папа работал в школе, преподавал историю в школе, он вообще историк. А мама была журналисткой, работала сначала, когда мы жили в Перме, она работала в городской газете, потом мы переехали с мамой в Белиси, и она работала в Белиси в газете. Собственно говоря, в мире моего детства мои родители, конечно же, не были никакие литераторы, они были нормальные, обычная советская интеллигенция. Но все равно это была книжная среда, это были люди книги в первую очередь. Мне кажется, что мы с вами примерно одного возраста, и мы же относимся к тому последнему, на самом деле, поколению людей, которых вырастил в прямом смысле слова книжный шкаф. Думаю, что это такая универсальная особенность всех людей, скажем так, 40+, которые выросли в советское время, потому что, ну а какие, собственно говоря, у нас были способы развлечь себя. Понятно, что было гораздо больше какой-то физической свободы у детей, то есть мы могли прыгать по гаражам, гулять во дворе, прыгать в резиночку, а все то время, которое не занималось такого рода развлечениями, оно было посвящено книгам, это был вынужденный. Я очень часто говорю об этом, что современные родители, они как-то склонны идеализировать свой собственный опыт и говорят, вот мы были хорошие, мы много читали, а дети у нас так себе, они мало читают. Мы читали в некотором смысле не строго от хорошей жизни. Чтение было главной формой жизни, главной формой досуга и в некотором смысле палеотивом жизни. Я даже помню себя, когда школа, болезни, я счастлива, что я дома, потому что я могу наконец-то читать столько времени, сколько хочется. Конечно. Это было основное. Да, и понятно, что мои родители, гуманитарная интеллигенция, у нас было в доме по тем временам довольно много книг, а те книги, которых не было дома, были в доме у друзей и знакомых, их можно было брать, почитать. И понятно, что книги заполняли как бы весь мой мир, они формировали основу всего моего существования. Поэтому как читатель я сформировалась задолго до того, как я сформировалась как человек, то есть у меня какие-то книжные воспоминания очень часто предваряют воспоминания жизненные. И читатель я в большей степени, чем человек. Извините. Да, да, я обычно звучит. То есть я читаю дольше, чем живу в некотором смысле. И все-таки какие-то главные книги, которые действительно оказались самыми-самыми важными в детстве? Ну, понятно, что это длинный, абсолютно такой неразделимый континуум, который начинается где-то, не знаю, с книжек, картинок Сутеева и заканчивается условно русской и мировой классикой. Понятно, что все начинается условно вот с Сутеева, совершенно, на мой взгляд, великий художник, великий писатель, человек вообще, который, мне кажется, сформировал его все вот эти бесконечные истории про мешок яблок и про под грибом. Вот какие-то вот эти совсем детские книжки, картинки, они, безусловно, такие формирующие, из которых постепенно прорастают какие-то сказки Толстого. Или там, я не знаю, вот у него были такие рассказы, мне страшно нравились рассказы про акулу и про шляпу. Может быть, вы помните, обезьяна украла шляпу, и мальчик, сын капитана, лезет на Рию, чтобы отнять в нее шляпу, и понятно, что он оттуда может упасть на палубу, и нужно, чтобы он оттуда спрыгнул в воду. Мне казалось, что это какая-то бесконечно длинная и захватывающая история, а на самом деле это две страницы, но это две страницы, которые вмещают такую очень мощную драму. Конечно, это потом Буратино, Три Толстяка, тоже такая советская золотая классика, которая сейчас не то чтобы умерла, но, честно сказать, Три Толстяка очень манерная книга, современному ребенку через нее трудновато продраться, но в детстве это было абсолютно завораживающее впечатление, и момент, когда Суок отправляется в «Ночной зверинец», это была прям такая квинтэссенция хоррора. Постепенно добавляется какая-то переводная классика, Питер Пен в переводе Демуровой и с иллюстрациями Коношевича, это такая тоже книга, которая формирует генокот, вот прекрасная Маугли с иллюстрациями Митурича, может быть, вы тоже помните эту книгу. Вообще, мне кажется, что советская детская книжная иллюстрация, это, конечно, было потрясающее совершенно явление, абсолютно самобытное, и понятно, что очень многие художники, которые не имели возможности реализовываться в других областях, они уж так реализовались в детской иллюстрации, что до сих пор ничего прекрасней на свете нет. Конечно же, туда же добавляется какой-то неизбежный Робинзон Крузо, горячемный обожаемый Винни-Пух, который тоже с прекрасными иллюстрациями Калиновского. Ведь я говорю про тексты, тексты для меня неотделимы. Тексты для меня неотделимы, совершенно верно. Да, неотделимы от иллюстрации. Я думаю, что там «Остров сокровищ», который вообще одна из главных книг в моей жизни, вот редкий случай, когда книга вообще не устарела, ее можно читать сегодня. Стивенсон очень хорошо понимал про экшен, это короткая и увлекательная глава, в каждой главе есть и завязка, и кульминация, и развязка, и их можно читать много подряд, можно читать по одной. Постепенно добавляются какие-то совершенно недетские книги. Это одна из таких вещей, которые сегодня трудно себе представить, «Но мы же все читали Стендаля в 12, Мадам Бавари в 13». А вот понимание того, что какие-то книги для какого-то возраста плохо приспособлены, этого абсолютно не было. Я, например, помню «Мастера Маргариту», я прочитала тоже в 12, в 13. У меня был старший брат, который подбрасывал мне периодически такое чтение. Мы жили в таком абсолютно перемешанном контексте. Я, например, Хаджи Мурата Толстого прочитала в 9. И до сих пор это одна из моих любимых вещей у Толстого. Но я понимаю, что в 9 ее читаешь не так, как в 12, в 12 не так, как в 18, и точно не так, как в 40. То есть в целом мне очень сложно выделить какие-то отдельные названия, потому что все это, это было такое большое, окружающее тебя со всех сторон, очень дружественное море литературы. Очень важную, конечно, роль в моей жизни сыграла советская детская историческая повесть. Это такой прекрасный жанр. Я вообще мечтаю когда-нибудь об этом написать или хотя бы прочитать большой текст, потому что это книги, которые, когда я выросла большая, поступила на исторический факультет, я вокруг себя обнаруживала просто целые кластеры людей, которые выросли на вот этой советской детской исторической повести. Гурьян и Вашка бежит за конем. Это потрясающие исторические повести Любови Воронковой, которые я вообще страстно обожаю, считаю, что очень недооцененная вещь. Но фактически это были пересказы из Геродота, но очень такие эмоционально наполненные, увлекательные. Это потрясающий Александр Немировский, его недавно переиздали книгу «Белые, голубые собака Никс». Это его рассказы по истории Древней Греции, которые читаются абсолютно захватывающе. Это, скажем, на мой взгляд, ну вот не побоюсь этого слова, гениальный роман Александра Говорова «Последняя Каролинги», на котором тоже, вокруг него тоже есть такой очень компактный, но очень плотный культ. Каждый раз, когда я упоминаю эту книгу где-нибудь, тут же подтягиваются еще человек в 50 с криками «О да, о да!». Потрясающий роман Зинаиды Шишовой и Джек Соломенко. Вот это вот такой был тоже специальный отдельный большой куст детской исторической литературы. Это такие фактические исторические романы с очень большим познавательным уклоном. Понятно, что там немножко классовой борьбы обязательно, поскольку это советское время, но все-таки там было довольно много свободы. Вообще детская советская литература, она же отличалась высоким уровнем свободы. Там цензура была гораздо менее выражена, чем она была в литературе условно взрослой. И поэтому, опять же, точно так же, как с детской иллюстрацией, очень многие люди, которые были так или иначе ограничены в возможности писать, публиковаться для взрослых, они писали для детей. Вот та же самая Зинаида Шишова, моя любимая, она была потрясающий поэт, она была музой «Зеленой лампы», вот этого объединения одесских молодых литераторов в 20-е годы. Она была очень интересный, самобытный автор. Но в советское время, поскольку ее второй муж, он оказался арестован и в 1937 году погиб, она не могла опубликовать свои какие-то вещи, которые ей хотелось писать для взрослых. И всю силу своего таланта, она обратила вот на эти детские повести. У нее повесть о Колумбии, вот повесть о восстании Ота Тайлера в Англии 14 века. И вот это все то, из чего я состою. И, собственно, поэтому выбор историко-филологического факультета, он был абсолютно естественным. Ну, в общем, да. И такой закономерный был выбор. Даже тут не было как такового выбора, было просто как-то продолжение той же самой жизненной траектории. То есть вот ты куда-то плывешь, и вот, собственно... У меня, кстати, тоже РГГУ, но другой факультет. Это был факультет музееведения. Да. Тогда он только-только... Музейка, как у нас это называлось. Я знаю, что и вы планировали диссертацию тоже защищать, но не слож... Я две диссертации не защитила. С первой диссертации у меня была какая-то такая внутренняя, даже не то чтобы отмазка, как такое объяснение, что у меня не было на это время, не было ресурса. Это были 90-е, конец 90-х. Мне нужно было зарабатывать деньги. Я была, в общем, человек без такой семейной поддержки, потому что и родители, в общем, не то чтобы хорошо жили в это время. Я жила с бабушкой и дедушкой, которым была нужна моя поддержка. Короче говоря, у меня было внутреннее для самой себя объяснение, что я никак этот процесс не завершу, потому что я должна работать в семье-кормилице, вот это все. Но сейчас, по прошествии большого количества лет, я понимаю, что у меня на самом деле просто не очень академический темперамент. Мне очень интересно что-либо раскопать, расковырять, узнать, а потом я начинаю с этими своими находками бегать и кричать, ой-ой-ой, посмотрите, как классно, как интересно. Упаковать это в серьезную академическую форму, это для меня большая и, как я теперь понимаю, не очень органическая нагрузка. То есть я этого не сделала, потому что, то есть по-честному, глядя правде в глаза, нужно признать, что это не в том дело, что мне надо было зарабатывать и не было времени, а просто, ну, как-то я к этому плохо приспособлена. Я на самом деле, как в известном анекдоте, я не настоящий сварщик, я не настоящий исследователь, конечно. Я такой, скорее, исследователь для себя, а потом популяризатор, рассказчик истории и все такое. Ну, сегодня Галина Языфович, это, в общем-то, человек, я бы не побоюсь этого слова, оркестр. Это и лучший литературный критик, самый известный. Я бы сказала, да вы знаете, я не люблю вот этих определений, там, самый лучший, главное, я, наверное, самый медийный. Самый медийный, популярный, узнаваемый. Галина Языфович и обозреватель «Медузы», и программы «Вечерний Ургант», и профессор бизнес-школы «Сколковой», преподаватель высшей школы экономики. И еще три книги, это «Удивительное приключение рыбы лоцмана», о чем говорят бестселлеры, и «Таинственная карта». Все так. И это меня действительно очень восхищает, ваша такая многогранность, вы успеваете очень многое. А в чем вот вы видите, какая из этих ипостасей вам ближе, дороже, значимее? Знаете, я бы не сказала, что это много разных ипостасей. На самом деле это все одно и то же. Это просто есть некоторая такая сердцевина. Я очень много читаю, и мне интересно про это говорить и думать разными способами. Про это можно говорить в режиме критики, относительно серьезной, в «Медузе», где я пишу довольно объемные тексты. Про это можно говорить с университетской кафедры. В бизнес-школе «Сколковой» не нужно думать, что я что-нибудь понимаю про бизнес. Я занимаюсь тем же самым, что называется модным словом «soft skills» – навыки не специальные. Это в широком смысле слово «гуманитарные навыки». В «Вечернем урганте» я делаю все то же самое, те же самые книжки, только, опять же, чуть-чуть другим манером, немножко другой формат подачи. Потому что одно дело, когда у тебя есть 6 тысяч знаков, чтобы сказать, что ты хочешь сказать. И совсем другое дело, когда у тебя есть 7 минут, чтобы сказать то, что ты хочешь сказать, и еще должны быть шутки и прибаутки. То есть, коротко говоря, это все на самом деле одно и то же. И нельзя сказать, что что-то из этого я люблю больше. Ну, наверное, в силу какой-то персональных особенностей я, конечно, в наибольшей степени дорожу своими преподавательскими занятиями. Просто потому, что мне кажется, что это такая самая полезная, богоугодная и какая-то такая обогащающая тебя как человека деятельность. Потому что, когда я предстану перед апостолом Петром или любым другим человеком, ведающим допуском в загробную жизнь, меня спросят, что ты хорошего сделала, я, конечно, назову прочитанные курсы выпущенных студентов, любимых дипломников и так далее. Это, наверное, для меня как-то эмоционально наиболее значимая часть моей личности. Но в целом это все равно для того, чтобы что-то принести студентам, ты где-то это что-то должен взять. Я все его беру в чтении, в размышлениях о чтении, в наблюдении за чтением, как за социальным процессом и так далее. Скажите, Галина, как вы отбираете книги для этого чтения, для рекомендаций? И какие книги вы абсолютно точно знаете, что вот эти вы никогда не будете рекомендовать? Ну, смотрите, я все-таки, я понимаю, что в значительной степени любая критика сегодня это критика рекомендательная. Нету, на самом деле, это вот то, с чем нужно смириться, что нет ни Элина, ни Иудея. Все люди, которые читают литературно-критические заметки, это все-таки люди, которые хотят узнать новые названия, хотят узнать, что вообще есть, которые хотят узнать какие-то новые имена. И в большинстве случаев они не читали того, о чем я рассказываю. Поэтому понятно, что можно занять высокомерную позицию, сказать, я разговариваю только с просвещенными, с теми, кто хорошо подготовился, с теми, кто уже все прочитал, и им интересны мои мысли. Но это будет такая немножко позиция избыточно аристократическая, которую, мне кажется, сейчас трудно себе позволить. Но все-таки рекомендация, конечно, не является моей главной внутренней задачей. Мне почти всегда интересно подумать про книгу, как и почему она устроена, почему она такая, что, грубо говоря, что хотел сказать автор. Понятно, что автор умер, и что он там хотел сказать, нам уже совершенно не важно, даже если автор жив-живехонек. Но в целом я скорее думаю про книгу как про элемент социокультурного широкого контекста. Мне интересно думать о том, почему книга возникает, почему она оказывается важна и заметна, как она, в свою очередь, влияет на жизнь вокруг, какие люди ее читают. Для меня интересны вот такого рода соображения. Это был ответ на первую половину вопроса. Что, как я их отбираю? Отбор – это, в общем, примерно половина, невидимая половина работы критика. Конечно, я читаю гораздо больше, чем говорю публично. Я читаю книги на разную глубину. Какие-то могу начать и бросить, какие-то я дочитываю до конца и понимаю, что сказать по их поводу нечего и так далее. То есть выбор – это половина твоей работы. Просто та половина, которая находится ниже Ватерлиния, ее никто не видит. Техника, я думаю, что совершенно понятная. Я подписана на все издательские рассылки. Издатели присылают мне информацию о тех книгах, которые у них готовятся. Поскольку, скажем, крупные издательства не могут оповещать обо всех книгах, которые они издают, я пользуюсь помощью сайтов «Лайфлип», где, например, собираются анонсы книг, которые даже те, которые издательство не собирается продвигать специально и писать мне о них, они там все равно учитываются. Я читаю относительно зарубежной литературы, читаю зарубежную критику, чтобы быть в курсе того, что вообще нас ожидает и так далее. Из всего этого я выбираю то, что мне кажется интересным на посмотреть. Пишу издателю, дорогой издатель, пришли мне, пожалуйста, PDF своей книжки. Издатели мне присылают PDF, я читаю только в электронном виде. После этого я произвожу вот тот самый процесс, что-то прочитала от начала до конца, но сказать нечего что-то, проглядела и поняла, что большое спасибо. Это не мое неинтересное. Базово же у меня есть две внутренние установки. Когда происходят все вот эти процессы, я имею в виду две важные вещи. Я хочу находить и приносить своим читателям новое, такое, что они без меня не найдут или проглядят. И я хочу рефлексировать, осмыслять важное, громкое. Понятно, что новый роман Виктора Олеговича Пелевина это всегда событие в рамках русской литературы. Он может быть ужасно неудачным. Он может быть не роман, а сборник. Он может быть каким-то странным и непонятным. Но это некоторый феномен, даже не строго литературный, сколько социальной, культурной жизни. Или понятно, что слово доброго мы не можем сказать про какие-нибудь 50 оттенков серого. Но это роман, который там на два года становится невероятно популярен и обсуждаем. И, соответственно, если мне интересно бытование книги в социуме, то я не могу мимо него пройти. То есть вы о нём тоже писали? Конечно. Потому что при него интересно подумать, а почему. А почему так? Да, что, собственно говоря, в нём такого. Что в нём такого, да, ровно так. И выбирая книги, я держу в голове вот эти две задачи. Что-то найти нетривиальное и не пропустить важное, ожидаемое, громкое и так далее. То, что будет у всех на слуху, то, что все прочтут и без меня. То есть тут понятно, что рекомендательная функция в этом месте, она минимальна. Вышел нового Исигура. Ну, что я буду рекомендовать нового Исигура? Понятно, что это писатель с мировым именем, Нобелевский лауреат. Без меня как-нибудь люди найдут. Но подумать про него, поговорить про него, мне важно. Но также важно находить какие-то вещи, которые, что называется, вот нырнул и вынырнул с жемчужиной во рту и сложил ее в горку жемчужин. Прекрасно. Вот как раз мой следующий вопрос про эти жемчужины. Потому что волей-неволей 20 лет в новом тысячелетии мы уже прожили. И как-то вот хочется узнать действительно у вас, потому что вашим мнением я тоже очень дорожу, какие для вас, так скажем, 10 лучших книг. Вот 10 лучших книг. Это вот вы сейчас как спросили. Это очень болезненный вопрос. Это нашего нового тысячелетия. Ваш личный выбор. Ну, вы знаете, это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что одна из главных профессиональных особенностей литературного критика и вообще на самом деле любого человека, который как-то систематически перерабатывает какие-то впечатления и их транслирует миру, то есть который работает таким проводным звеном. Вот тут в серединке сидит, тут книги, а тут люди. И ты вот их так вот через себя пропускаешь. Главное свойство такого человека – это некоторая впечатлительность. Мне в свое время это сказал Леонид Парфенов, и меня очень поразила эта мысль, потому что я про это так специально не думала. То есть ты впечатлительность и способность очаровываться, и способность влюбляться, и способность видеть что-то удивительное в новых объектах – это важнейшая профессиональная характеристика. В тот момент, когда ты ее теряешь, ты дисквалифицирован. В тот момент, когда тебе все не нравится, когда ты не способен загореться, значит, ты выгорел. Пойди займись чем-то другим. Это, по-моему, не про вас. Это не про меня сейчас, но я могу представить, что такой момент наступит. И тогда, ну что поделать, тогда пойду учить в университет уже фуллтайм, меня там ждет позиция, брошу все остальное, и буду только детей учить. А пока, слава богу, нет. Но никто не застрахован от такого профессионального выгорания. Мне очень сложно выбирать, потому что в каждый Новый год у меня свои любимые вещи, какие-то свои, очень для меня дорогие. Если говорить о русской литературе, ну, я просто накидаю какой-то... Ну, может быть, давайте ограничимся русской литературой. Давайте ограничимся. И то это очень сложно, потому что я каждый год во что-нибудь страшно влюбляюсь, и мне кажется, что нет ничего, ничего прекраснее русская литература не породила. Это не самообман, это вот именно та самая способность к очаровыванию и влюблянию. Я бесконечно восхищаюсь романом Владимира Медведева «Захок». Это одна из главных моих душевных ран от того, что его не так сильно полюбили люди, как я. На мой взгляд, вообще один из важнейших русских романов последних, не знаю, даже не 20, а не знаю, 50 лет. Очень его люблю. Очень люблю «Хоровод воды» и «Калейдоскоп» Сергея Кузнецова. Вообще тоже, на мой взгляд, очень недооцененный прозаик. Особенно «Калейдоскоп», который на меня произвел абсолютно какое-то оглушительное впечатление. Ну и такой более традиционный «Хоровод воды», конечно, тоже. Это выдающиеся тексты. Могли бы их любить и побольше, скажем так. Это, конечно, Петрова в гриппе, вокруг него Алексея Сальникова. Вообще один из таких для меня романов, который как раз появился очень вовремя, в тот момент, когда у меня начались первые признаки профессионального выгорания, когда читаешь всякое русское, и что-то вот вообще тебе ничего не нравится. Заберите. Но вот этот роман, он очень на меня как-то оздоравливающе подействовал. Я огромный поклонник двух северных романов Александра Григоренко. Я очень люблю роман «Мэббет», который вообще, на мой взгляд, такой прям бриллиантовый шедевр. И очень люблю роман «Эльгет». Ну, «Мэббет» просто вот в моем персональном топ-листе занимает хорошую позицию. В прошлом году на меня произвела огромное впечатление книга Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь». Очень его люблю. И это сборник рассказов, в сущности. Это не монолит, но такой очень выстроенный сборник, который, мне кажется, абсолютно... Я прям себе набрасываю для... Абсолютно выдающимся, очень современным, и в то же время каким-то очень... Одновременно очень эмоционально наполненным и очень интеллектуально выстроенным. Это редкое сочетание, когда это одновременно и вопль души, и в то же время чувствуется мощнейший интеллект и рефлексивное понимание того, что ты делаешь. Я очень люблю роман Ксении Букши «Открывается внутрь». По-моему, тоже абсолютно блестящая вещь. Ксения Букша очень неровный автор. Я почти все остальное, что она пишет, «люблю не очень» или «совсем не люблю», но вот это какой-то удивительный образчик такой потрясающей писательской эмпатии, когда человек не просто пишет о чем-то, а фактически создает новый мир. Понятно, что никакой разговор о литературе 21 века не будет полным без упоминания «Дома в котором». Мариам Петросян абсолютно, на мой взгляд, невероятная вещь. Роман, который вот сколько времени прошло, все равно не могу его объяснить даже себе. Страннейшая, очень несовершенная, корявая во многих местах вещь и вот просто чистая магия, разлитая в буквы. Я очень люблю Алексея Иванова. Может быть, в меньшей степени люблю его последние вещи, потому что они такие по-хорошему очень коммерческие. Это очень умно сделанная коммерческая проза, классно, что у нас такая есть, но в моем сердце, конечно, больше отзываются и в ранние вещи. «Сердце Парма», «Золото Бунта», «Блуда и Мудо» вот это вот какие-то абсолютно для меня важнейшие тексты и, на мой взгляд, тоже одна из, конечно, вершин русской прозы XXI века. А Водолазкина? Да, конечно. Ну, Водолазкина по-настоящему я люблю только лавра. А все остальное – это вещи, в которых я вижу достоинства, но, на мой взгляд, все-таки это немножко другая лига. То есть все равно это книги очень умные, очень талантливые, очень, ну, скорее даже умные, чем талантливые, с очень выраженной такой волшебной интонацией. Но мне кажется, что по-настоящему выдающаяся книга – это, конечно же, лавр, безусловно, куда нам без Водолазкина. Я бесконечно восхищаюсь малой прозой Захара Прилепина. Я считаю, что вообще как мастер рассказа Прилепин величайший в нашем, из ныне живущих. Не обитель, а именно... Знаете, обитель – хороший роман, в котором я вижу много недостатков. В частности, потому что, как мне кажется, он тоже хотел бы быть сборником рассказов. Но он немножко решил их собрать, надеть на единую нитку главного героя. И в целом все равно я там вижу очень много дробностей и не вижу какой-то вот такой большой глобальной цельности. Хотя, конечно, это тоже большая важная вещь. Но рассказы, мне кажется, он поднимается до какого-то абсолютно шукшинского уровня. Я очень люблю рассказы Шукшина. Я считаю, что абсолютно великий писатель. Тоже, на мой вкус, несколько недооцененный. И вот, конечно, Прилепин в этом смысле по-настоящему большой мастер. И какие-то его рассказы, на мой взгляд, настолько прекрасны, что вообще просто непонятно, как они могут быть, как они, грубо говоря, почему они появились внутри этого человека. Не в том смысле, что человек хуже, чем проза. Просто непонятно, как такая удивительная филигранная тонкость сочетается с таким несколько брутальным образом и с такой, я бы сказала, маскулинной токсичностью, токсичной маскулинности вот этим всем. Я страстный поклонник романа «Июнь» Дмитрия Быкова. Я не очень, не всю прозу, скажем так, Дмитрия Быкова люблю одинаково сильно, но «Июнь», на мой взгляд, потрясающий текст. И очень гармонично выстроенный. И очень какой-то такой мощный и на чисто повествовательном, и на концептуальном уровне. Людмила Улицкая? Ну, нет. Не Улицкая, не Яхина, нет. Ну, нет, опять же, я понимаю ценность, я вижу достоинства, но в мой персональный пантеон они, конечно, не войдут. А, еще, конечно, нужно упомянуть обязательно рассказы Натальи Мещениновой, на мой взгляд, тоже совершенно. Наталью Мещенинову все знают как режиссера, как сценариста, а сборник ее рассказов – это 124 страницы, это одно из самых сильных эмоциональных переживаний художественных в моей читательской биографии. Я очень, да, забыла еще сказать, что, конечно, ну, вы меня сейчас не остановите, просто меня надо в какой-то момент выключить. Я огромный поклонник таланта Марии Галиной. Я очень люблю ее и автохтонов, и медведки, и, опять же, особенно я люблю ее рассказы и малые прозы, на мой взгляд, это тоже какой-то вот просто такой абсолютный кладезь. Текст Дмитрия Глуховского обязательно должен быть в этом списке. Да, да, да. Коль уж мы заговорили о русской литературе, и русская литература именно современная, вот какие, на ваш взгляд, черты, особенности вы бы отметили в текущей литературе? И действительно ли сегодня, вот об этом многие говорят, что эстетика оказывается важнее этики? И вот тот самый наш пронзительный вопрос указаний жизненного пути, об этом и Блок писал, мне нравится его фраза, «Всякий читатель, особенно русский, всегда ждал и ждет от литературы указаний жизненного пути». Есть ли это сегодня? Мне кажется, что нет, и это не только русская региональная специфика. То, о чем писал Блок, было, безусловно, абсолютно верно для ситуации всего XIX века и первой половины, первых двух третий века XX, когда литература, это был, как я уже в самом начале нашего разговора сказала, это был такой палеотип жизни. А я вот сейчас начитываю аудиокнигу моего любимого писателя Владимира Короленко «История моего современника». Я понимаю, что я уже всем съела плеш с этой книгой. Прекрасно, и прекрасно, что она есть теперь на Storytel. Да, она будет, вот сейчас мы уже заканчиваем работу над второй частью, она бесконечно длинная, это тысяча страниц, мы вот уже близимся к середине, рано или поздно я ее дочитаю. И он там пишет, что, соответственно, это действие происходит в 70-е годы XIX века, и куда бы ты ни приехал, дорогой читатель, на всей нашей бескрайней родине, на просторах нашей бескрайней родины, ты увидишь, что если вот куда бы ты ни приехал, самые хорошие, честные, чистые люди, которые не берут взяток, которые хотят чего-то лучшего для окружающих, для своей страны, благородное, бла-бла-бла, вот все эти люди, это люди, которые фанаты Чернышевского, Белинского, Добролюбова, Писарева и так далее. То есть кого? Критиков. То есть это люди, для которых литература является действительно, литература и литературная критика являются таким указующим перстом. Туда ходи, сюда не ходи. И, конечно, это было связано с тем, что литература была главным медиа. Литература была главным медийным каналом. И в первую очередь, конечно, художественная литература, которая была очень пластичная. Вот сейчас пошел интерес к народничеству. Опа, у нас пошла вот литература народнического толка. А теперь у нас происходит радикализация. Литература тоже радикализируется. Вот здесь вот у нас уже какие-то социально-демократические сдвиги. Сейчас у нас там к революции дело идет, появляется литература такая. То есть литература – это главный медиа. Конечно, как медиа, она выполняет в том числе и в первую очередь этическую функцию. Она указует нам путь. Сегодня литература не выполняет эту функцию. В сущности, литература больше не является не просто главным медиа, а вообще медиа. Литература перешла, хорошо это или плохо, мы можем об этом скорбеть. Я иногда скорблю, а иногда, наоборот, радуюсь. Литература перешла в совершенно другое агрегатное состояние. Литература сегодня – это, по большому счету, форма изящного интеллектуального досуга. Мы читаем не для того, чтобы узнать, куда нам идти, а не для того, чтобы понять, где болит у русского человека или нерусского человека. Мы читаем для каких-то совершенно других целей и задач. И это означает, что вот эта этически указующая форма литературы, она сегодня не то чтобы совсем ушла, но она в значительной степени схлопнулась. Мы от литературы в большей степени ждем бесхитростного развлечения, чем вот этого вот этического императива. И это свойство не того, что литература измельчала, не то, что читатель поглупел, а появились другие медийные каналы, более пластичные, более быстро реагирующие, более универсальные, которые легче добираются до читательского сердца, а за литературой зафиксировались другие функции, другие свойства. Об этом, кстати, Андрей Шифрин очень четко написал в книге «Легко ли быть издателем». Это действительно не только в России, это во всем мире. Это общая тенденция. Он говорит об этом как о беде. Шифрин по этому поводу грустит. Очень грустит о том, что литература стала просто предатком, причем крохотным предатком медиаиндустрии. Безусловно, это так. И я очень понимаю скорбь Шифрина, но все-таки, во-первых, он человек другого поколения. Он еще застал величие литературы, она умирала у него на руках, грубо говоря. А я уже появилась в этом пространстве, когда она уже умерла, и ты можешь либо сесть возле ее гроба и восплакать, и плакать. Есть мои коллеги, которые заняты бесконечным оплакиванием. И роли литературы, и роли критика, и роли читателя, и роли читательских практик, и литература тоже. Это понятная, респектабельная функция. Сидишь и плачешь. Но у меня просто, я бы сказала, что это свойство темперамента. Лучше быть все-таки позитивным и находить что-то позитивное. Я очень к этому пилотею. Я иначе не выживаю. Поэтому я не могу оплакивать. Я понимаю. Мне иногда тоже, конечно, очень щемит сердечко от того, где мы были и куда мы попали. Но в этой ситуации есть определенная свобода тоже. В незначительности есть ведь и свобода. То есть, с одной стороны, это грусть, а с другой стороны, это свобода. Помните, у Орвала пролые животные свободны. Вот в некотором смысле литература перестала быть партийцем, а стала пролым и животным. И поэтому она свободна. И в этом есть тоже немало плюсов. Ну и вот как раз по поводу ваших наблюдений. Мне очень понравился ваш февральский манифест. Так скажем. Действительно, такой манифест. Потому что, мне кажется, вы так очень грамотно, четко, емко осмыслили все текущие процессы и пришли к очевидному выводу, что сегодня у нас очень мало читателей. Увы. Увы. И книги выходят маленькими тиражами. Очень маленькими тиражами. Необъяснимо маленькими. Необъяснимо маленькими. То есть, действительно, наверное, одна из основных проблем рынка, что, с одной стороны, многообразие ассортимента, по ассортименту действительно очень много. Бесконечно. Бесконечно. Но вот вы правы. Если там, допустим, вот мы как раз за кадром это обсуждали, что если в год выходит там около 100 тысяч наименований, но с учетом всего багажа, который есть, это где-то около 200 тысяч наименований книг присутствует в нашем пространстве. В любом виде. В физическом, в электронном, в любом, но пространство действительно достойное и большое. С одной стороны, это вот такое многообразие, а с другой стороны, как вы правильно говорите, где-нибудь в регионе хорошо, если там есть 10-20 тысяч наименований книг, и все. И больше этого нет. Этого многообразия, наверное, вот только... Его очень трудно обнаружить. Да, очень трудно обнаружить и заказать разве что только через интернет. А для того, чтобы заказать через интернет, ты же должен знать, что ты хочешь заказать. Откуда ты можешь это узнать, если у тебя нет специального... Мы же... Все-таки в основном рынок формирует наши потребности. То есть нам очень трудно загадать такое желание, которое прям вот... Мы бросимся искать такое же, только с перламутровыми пуговицами. Для того, чтобы возжелать такое, мы должны вообще знать о существовании перламутровой пуговицы. А как мы об этом можем узнать, если мы живем в городе, где один книжный магазин читает город, и в нем, да, вот как вы правильно сказали, там 10 тысяч наименований. Ну, окей, 20 тысяч наименований, это большой читай город. Читай город в торговом центре, а не где-нибудь маленький в спальном районе. И главная проблема еще, что мне кажется, это тиражи, потому что при этом многообразии действительно, с одной стороны, издатели гонятся за... Особенно большие издатели гонятся за количеством наименований. Да. К сожалению, в ущерб качеству. И если мы говорим об этом среднем тираже, 3,5 тысяч наименований, но это хороший тираж, может быть, для Норвегии, для Сербии, для небольших государств. Вот у норвежцев нормальный тираж 5 тысяч экземпляров. Да. А у нас уже он упал. Вот я как раз сейчас, мы делаем статистику, нашу аналитику, и я сравнивала, что за последние 12 лет тираж упал на 40 процентов, за 12, а за последний год еще почти на 20. То есть вот наш вот этот 20-й год, он был в любом случае очень тяжелым, очень сложным для всех. И вот с точки зрения наименований мы упали, но больше всего именно по тиражам. Но даже при том, при всем этом, вот там если этот рынок посмотреть в объемах экземпляров, это там 350 миллионов книг, то все равно эти 350 миллионов экземпляров, они не находят выхода. Вот мы посмотрели, только 2 трети этих объемов могут быть проданы в магазинах. Остальные либо хранятся на складах у издательств, либо в остатках, либо потом в возвратах. То есть даже при всем при этом еще вот мы все это даже не можем продать. Это еще в свое время Лямин называл эффектом узкого горлышка, когда просто нереально. И здесь, конечно, возникает целый комплекс вот проблем, которые вы очень хорошо описали, которые вот действительно, что со всем с этим нам делать, как быть и как вообще изменить, поскольку вы позитивный человек, я тоже человек, надеюсь, позитивный. Очень хотелось бы, чтобы эта ситуация менялась в лучшую сторону. Ну, понятно, что вы, как Галина Изуфович, мне кажется, делаете максимум для этого возможного, но возможности все равно одного человека, они безусловно... Ну, не то слово недостаточно, а ограничено. Просто ничто. Да, и вот как бы вот что все-таки вы бы посоветовали с вашим очень таким и мудрым, и позитивным взглядом, какие направления, да, вот куда двигаться, это что делать? Ну, вот мне кажется, я вот в этом, раз уж вы сослались на этот мой, прости господи, манифест, понятно, что название придумаю немножко шутливое, но тем не менее, там есть два вектора. Нам нужно меньше книг, и нам нужно больше читателей. Меньше книг, что я имею в виду? На меня, конечно, тут же все пришли и сказали, что я предлагаю ввести цензуру и издавать только то, что будет хорошо продаваться, а где же поиск, где же инновации. Смотрите, у меня есть любимая история, как я пришла в одно очень крупное издательство, поскольку у нас одно очень крупное издательство, в общем, мы все поняли, но это было не оно, это было издательство СТ, у которых выходил очень давно мною ожидание, мы на русском языке, первый раз выходил роман австралийского нобелевского лауреата Патрика Уайта, которого я очень люблю, и читала этот роман давным-давно по-английски, и все, мечтала, чтобы он появился по-русски, и вдруг, ура, на сайте LifeLip я нашла информацию о том, что, кажется, этот роман в самом деле выходит, и я думаю, класс, сейчас я, наконец-то, на него посмотрю и про него расскажу миру, пишу я в пресс-службу издательства СТ, говорю, вау, классно, у вас выходит Патрик Уайта, давай, несите же мне его скорее, девушки отвечают, что? В СТ хорошая пресс-служба, очень осмысленная, я говорю, ну как же, Патрик Уайта, Нобелевский лауреат, у вас выходит новый роман, я говорю, ну сейчас мы пойдем поищем, неделю вся пресс-служба искала у себя в закромах этот роман, и не нашла его, и более того, он, оказывается, выходил не тогда, когда он был заявлен, типа на полгода позже, он вышел так, что его кроме меня, по-моему, не заметил вообще ни один человек, а о чем это нам говорит? Не о том, что пресс-служба неэффективна, не о том, что Патрик Уайта никому не нужен, это говорит о том, что издательство СТ выдает книги, которыми оно не может заниматься, у него нет ресурса, чтобы каким-то способом продвигать свои книги, делать так, чтобы они были видимы. Огромное количество вещей, которые выходят важных, классных, прекрасных, они невидимы, они невидимы даже для меня, а для читателя они невидимы тем более. То есть это важные, часто переводные, а иногда русские, очень хорошие книги, которые выходят и мертвым грузом ложатся на нижние полки в книжных магазинах, а потом, или на самые верхние, а потом возвращаются в те самые остатки, о которых вы говорите. Мне кажется, что издательство должно соразмерять свои издательские амбиции с возможностями по продвижению. Сегодня книжный маркетинг это вот то самое узкое горлышко, через которое ничего не пролезает. До тех пор, покуда издательство не может привести в соответствие маркетинговые усилия с объемом издаваемых книг, значит, будешь... Либо увеличивайте маркетинг, либо ужимайте объемы издаваемых книг. Я, кстати, года два назад была на франкфуртской книжной ярмарке, и там я попала на большой довольно семинар, на котором издатели рассказывали, как они живут. Они говорили, что они сейчас крупные англоязычные издательства, они сокращают все свои производственные мощности, то есть они все это отдают на аутсорс, то есть редактура на аутсорсе, корректура на аутсорсе, дизайн на аутсорсе, все на аутсорсе, а сердцевину издательства составляет отбор и маркетинг, потому что это самое сложное, это то, что ты не можешь отдать на сторону. А уж тучные вещи. Да-да-да, это ты должен выбрать то, что ты хочешь продвинуть, с одной стороны, а с другой стороны ты должен найти людей, которые смогут это продвигать. Все остальное можно отдать, а у нас, наоборот, очень часто бывает, что там маркетинг книжек отдают каким-то левым агентствам, которые совершенно неприятно, как с этим работать. Зато вот все вот это бесконечное издательское хозяйство, оно в полном порядке. Все сидят, получают свои незначительные зарплаты, очень перегруженные, и все равно толку нет. Мне кажется, что издательства должны лучше сфокусироваться на продвижении. Вот, когда я говорю меньше книг, я не имею в виду меньшее наименование. Я говорю, что нужно лучше думать, как ты будешь эти книги продвигать, то, что ты издаешь. Чтобы не было ситуации, когда вся пресс-служба, немаленькая, ищет роман Нобелевского лауреата у себя в закромах и не может его найти. Фантастика. Ну вот, если уж мы заговорили про АСТ, насколько я знаю, там все встроено в их импринты. Импринты Лены Шубиной, у них свое продвижение, у Вари Горностаевой свое и так далее. А у всех остальных общее, а все остальные это 90%. Корпус, Шубина, ну еще времена, редакция, вот они более-менее занимаются продвижением. А все остальное, мы их просто, там нету столько импринтов, которые мы с вами как профессионалы знаем. То есть это очень такое огромное пространство, которым реально никто не занимает. Что касается площадок для продвижения, мне кажется, что здесь вот, наверное, сегодня то самое время, когда нужно уходить от традиционных уже, но это, собственно, время такое, да, и переходить на какие-то новые, искать площадки, как, собственно, и вы их ищите очень эффективно, используете. Какие, вы думаете, площадки для разговора о книгах сегодня могут быть наиболее интересными, новыми? Смотрите, поскольку плохая новость состоит в том, что новые площадки не очень хорошо работают, потому что читательская аудитория, это аудитория довольно консервативная. Консервативная аудитория, это та, которая смотрит телек. Это значит, что я вот совсем недавно, буквально три дня назад участвовала в одном круглом столе о очередном какой-то на тему критика, как нам обустроить Россию. И виза Биргер, я послушала визу. И в этой точке я начала рыдать просто, потому что я поняла, что у них четыре вечера в неделю в прайм-тайм. Да, 21.00 прекрасная речь. книжное шоу, а у меня семь минут на первом канале. Канал, слава богу, у нас есть телеканал культуры, дай ему бог доброго здоровьица, но у телеканала культуры есть одна особенность. Он не расширяет аудиторию. Те люди, которые смотрят телеканал культуры, это те, которые уже читают книжки. Соответственно, я вот живу надеждой, и что когда-нибудь ко мне придет условный канал ТНТ и скажет, Галя, давайте сделаем шоу про книжки. А я его сделаю, потому что я абсолютно убеждена в том, что вот эти каналы на ближайшие 5-10 лет это важные каналы. То есть я надеюсь, что когда-нибудь хорошо бы послезавтра, но и самый край послепослезавтра, у нас появится свое такое ток-шоу, как то, о котором рассказывала Лиза Бергер на нашей той беседе. Потому что это очень нужно. Потому что выхлоп, который дают мои 7 минут у Урганта, больше, чем от всего остального, что я делаю, именно не с точки зрения осмысления, рефлексии и так далее, а с точки зрения продвижения. это правда работает. Потому что там много людей, потому что это смотрят миллионы. И эти миллионы, из них 700 тысяч, допустим, это люди, которые не читают. А тут они приходят и обнаруживают, что, о боже, наш культурный герой Иван Ургант, он, оказывается, читает книги. Ролевая модель. Пришла какая-то приятная женщина средних лет, смешно шутит, и тоже она читает книги. Ну-ка, я посмотрю, может, там что есть в этих странных людях, в этих странных занятиях. Это работает как популяризация даже не конкретных наименований, а самого процесса. Поэтому я считаю, что нам, конечно, почта, телеграф, нам надо брать телевидение со временем. YouTube? YouTube, безусловно, да. Но мне кажется, что вот такие банально BookTube, когда сидит приятная или не очень приятная девушка или юноша и просто рекомендует книги списком, это немножко не то. Потому что, опять же, кто будет смотреть рекомендации Галины Юзифовича? Те, кто уже и так подписан на Галину Юзифовича, те, кто уже и так доверяет или не доверяет рекомендациям и так далее. То же самое, не знаю, моя любимая Полина Парс, большой молодец, прекрасный BookTuber. Но кто будет смотреть Полину Парс? Тот, кто уже любит Полина Читалочка, а тот, кому нужны ее конкретно рекомендации. И мы таких можем много вспомнить. Поэтому, вот, собственно, мне кажется, что очень классно, когда какие-то книги упоминаются не мной, а людьми из совершенно других сфер. Вот, скажем, простите за минутку саморекламы, у меня же теперь есть YouTube-канал, на котором мы разговариваем в том числе про книги. И поверьте, когда невероятная красотка и звезда Аня Чаповская рассказывает о своей любви к книгам Елены Ферранте, или когда кумир миллионов Леонид Агутин говорит о том, что он прочитал всего Бакмана, и почему Бакман так медленно пишет, это работает совершенно не так, как когда об этом говорю я. Потому что посмотреть это приходят люди, которые любят не меня, и не книжки, они любят Леонида Агутина. Они приходят и понимают, что Господь, этот приятнейший мужчина, он не только Хоп Хейла, Ла Лей, а он еще прочитал то, сё и пятое и десятое, так может, он потому такой, и они за ним будут записывать, не за мной, а за ним. И поэтому это диктует выбор ваших героев, да? Нет, я выбираю тех героев, которые могут сказать, ну то есть я всегда выбираю людей, с которыми есть о чем поговорить, в том числе в книжной сфере. Леонид Парсенов был прекрасен. Парсенов просто, да, счастье мое, Леонид Геннадьевич. Мне кажется, что вот таким способом надо думать. Вообще наши люди это инфлюенсеры, причем не книжные инфлюенсеры, а вообще инфлюенсеры. Когда Ксения Собчак фоткается голая на краю бассейна с книгой Себастьяна Хафнера, Себастьян Хафнер кончается в магазине на следующий день. И понятно, что примерно 50% купивших Себастьяна Хафнера думают, зачем я это сделала. Вон Ксения Анатольевна какая красивая, голая, и у бассейна лежит, а я, не знаю, в Бугульме купила, что я теперь. Но вторая 50% думает, боже, как классно, спасибо, Ксения Анатольевна, потому что это офигенная книжка и мне всегда было надо. И побольше бы нам таких серебрити, которые говорили о книгах в том числе, хотя бы в том числе. Конечно. Именно в том числе. Именно в том числе. Понимаете, если серебрити условно, как я, ну, я же тоже такая микросеребрити, но я серебрити только про книжки. Ко мне приходят те люди, которые уже любят книжки. А очень важно, чтобы вдохновлять и побуждать глобальных серебрити, не книжных, говорить о книгах. Это очень важная тенденция. В Америке есть списки Обамы, что читает Квинет Пелтроу, что читает книжный клуб Ризуизерс, Пун, вот это вот все опра Уинфри. Большие национальные селебрити не стесняются себя характеризовать через книжку, говорить о любимых книгах, о новых книгах, о важных книгах и так далее. А у нас... Как сдвинуть этот процесс? Ну вот, я, видите, хожу, бегаю... Да, вот ваш канал, это как раз... Это ровно для того и сделано. Мы говорим не только о книгах, но и о книгах в том числе и создаем ощущение абсолютно обоснованное, что люди публичные, медийные, привлекательные, ролевые модели, что они в том числе такие, потому что они читали то и сё, пятое и десятое. Знаете, когда я поговорила с тем же Леонидом Агутином, он говорит, какое счастье, говорит, я вот каждый месяц даю интервью и там меня всегда спрашивают, как вы познакомились с Анжеликой Варум? Говорит, а ведь это же... Мне хочется поговорить о том, что я читаю, с чего я состою. Да, в своём культурном геноходе. Да, конечно, а это редко кому удается. Вот поэтому мне кажется, что приставать к селебрите со словами ну-ка, расскажи, что ты читаешь, а почему ты это читаешь, а ещё что, а посоветуй, а вот это вот ты кому бы порекомендовал, это очень важный момент. Можно расшевелить. Да, и поэтому для меня, скажем, я помню тот случай, когда Ксения Собчак сфотографировалась голая с книжкой, понятно, что половина нашей культурной общественности упала с инфарктом и с криками о ужас, пошлость, пошлость, таким прям набоковским надрывом про пошлость. А я была готова просто вот, я даже, по-моему, первый и единственный раз в жизни написала комментарий, типа, спасибо, дорогая Ксения Анатольевна, больше таких постов. Именно потому, что книгам, чтению надо возвращать, извините за выражение, секс. Они должны выглядеть секси, в широком смысле слова. Они должны выглядеть не как что-то скучное и пыльное, чего я лучше буду держаться подальше, а то ещё сам запылюсь, а наоборот, как что-то модное. Привлекательное. Да. И, как, например, мне очень понравилось, когда АСТ провел рэп в библиотеке. Да. Вы тоже помните, сколько было шума? Конечно. Это прекрасный их новый проект, они его назвали «Юз». Да. И мне кажется, вот как раз они пошли по правильному пути. Они привлекают тех самых инфлюенсеров, молодёжь, которые, может быть, через рэп, может быть, через ещё что-то другое, но они в любом случае ещё и поговорят и о книгах. Конечно. И вообще вовлекут книгу вот в этот медийный дискурс. Почему я считаю, что нет лучшего праздника, чем ночь в библиотеке? Потому что ночью в библиотеку приходит это событие, это приключение. Люди приходят в библиотеку и обнаруживают, что, божечки, библиотека существует. И там по-прежнему есть классные книжки, туда приходят какие-то клёвые люди. Прекрасно, что наконец-то она стала такой всё-таки большой. Да, и для меня огромная радость. Я очень люблю это вообще мероприятие. Всегда с радостью участвую либо в Москве, либо где-то ещё, потому что все библиотекари говорят, что на Библионочь в библиотеку приходят люди, которые вообще никогда до этого в библиотеке не были. И многие из них после этого приходят ещё раз или вообще как-то вовлекаются вот в этот процесс. С другой стороны подойдём. Вот мы посмотрели прошлый год, действительно очень трудный, и я вот смотрела, как много было поддержки со стороны государства, там, скажем, Франция, Италия, и другие страны. У нас, конечно, чуть меньше хотя бы. Пытались нас там по УКВЭДам почему-то всё-таки дать какую-то поддержку, субсидии и так далее, но всё же вот таких больших программ по поддержке книги чтения нет. У нас наша вот эта национальная программа книги чтения, она так и осталась, я не знаю, хорошо написана на бумаге, но где она в жизни. Здесь какой опыт, может быть, заурбежных стран нам мог бы быть полезен? Ну, понятно, что у нас перед глазами есть нетленный идеал, скажем, Швеции и Норвегии, которые просто грудью вскармливают свои литературы и вскормили их до очень приличного уровня. Это через сложную систему грантов. Мне кажется, что главное, чтобы государство, государство, особенно наше государство, любое государство вообще, но наше в частности, не вникало в содержательную часть. Вот чтобы наше государство не говорило, вот эти книги хорошие, мы им поможем, как они это делают с кино, например. А в результате всегда получается танк Т-34, прости господи. Ну, не всегда, но в значительном количестве случаев. Вот главное, чтобы никто не лез государственными руками в контент, извините за выражение. Государство должно создавать оптимальные инфраструктурные возможности. Например, понятно, что мне кажется, что книжные магазины должны получить огромную льготу по аренде помещений. А НДС на книге должен быть отменен. Это вот прям... Прекрасный период был очень маленьким, к сожалению. Ну, конечно, у нас сниженный НДС, но... 10 это много. 10 это много. В Европе в среднем 4-5, а во многих местах вообще нет НДС на книге. Мне кажется, это тоже очень важная вещь. Причем вот прям взять и отменить и забыть, как страшный сон и никогда больше к нему не возвращаться. Должна быть, очевидно, какая-то система государственных субсидий для издателей, даже не для издателей, а вот так же, как, например, в Швеции или в Норвегии. Это широчайшая система библиотечных грантов, когда писатель получает грант, и государство на этот грант, он не выражается в том, что тебе выдали немедленно мешок денег. У тебя просто фактически ты можешь быть уверен, что у тебя там две тысячи тиража выкуплены для библиотек. То есть, это опосредованная поддержка. Да, это опосредованная поддержка. И в Норвегии этих грантов бесконечное количество. И это очень разумно, потому что, с одной стороны, и издательство, и автор чувствуют себя гораздо увереннее, потому что у них выкуплено, то есть, в любом случае, там, свои две тысячи тиража они уже, считай, продали. А уже не, это уже снижает риск. А с другой стороны, библиотеки получают доступ к новым книгам, которые очень часто у них в большом дефиците. В крупных городах еще ничего, а приезжаешь в небольшие города, там, новые, закупки новых книг минимальны. Вот, то есть, мне кажется, что государство должно работать над какими-то большими инфраструктурными вещами и ни в коем случае не вмешиваться в контент содержания. То есть, поддерживать не конкретные темы, вот, кто пишет про Вторую мировую войну, тех поддержим. Или, кто любит партию, тот молодец, а кто нет, тот нет. Вот это, конечно, большая опасность, большой риск, поэтому, любые инфраструктурные проекты, они нужны, важны, полезны и так далее. По библиотекам вы совершенно правы, у нас очень большая лакуна по комплектованию. Оказалось, что очень долгие годы вот та поддержка была там, 350 миллионов выделяет государство, 350 миллионов выделяет регион, и совокупно все-таки 700 миллионов было на комплектовании. Мы это потеряли, и сейчас вроде как к этому пытаемся прийти вновь. И вот в этом году сейчас всерьез рассматривается комплектование, вот там, ну, что-то на уровне 550 миллионов, это поддержка федеральная, и плюс еще будет поддержка региональная. Ну, хоть что-то, да. Если это сработает, то это будет действительно большим подспорьем вот в этот, в эти кризисные времена, которые сейчас очень сложные. А еще надо поднять зарплату библиотекарям, потому что я, ну, я вообще считаю, что лучшие люди в мире это библиотекари. И опять же, вот уж кому, что будет предъявить апостолу Петру, так это библиотекарям. Но, вот скажем, я в прошлом году была в потрясающей, одной из лучших в России Вятской, Кировской библиотеки имени Герцена. Рай на земле, великая библиотека, великие люди там работают, но у них зарплата 20 тысяч, 25 тысяч, если ты старший библиограф. И за эти деньги эти люди еще придумывают какие-то книжные клубы, какой-то движ вокруг всего этого. У них там есть книжный клуб, который собирает по 200 человек. 200 человек в 400-тысячном Кирове. Это очень хорошо. Это просто невероятно. И понятно, что если этим людям просто дать немножко дышать, немножко позволить им меньше думать о том, как тебе сэкономить на покупке сыра, прости господи, вот эти вот унизительные вещи. Если просто дать им возможность получать приличную зарплату, не 150 тысяч, а хотя бы в два раза увеличить зарплату региональных библиотекарей, то, очевидно, они просто горы свернут. Вот это, мне кажется, тоже очень важно. И это тоже абсолютно государственная, конечно, задача. Такая фраза, что у вас очень достаточно хорошо сегментирована голова. Я человек, я профессионал, надежно друг от друга отделены. Вот как вам удается так себя структурировать, сегментировать, и вот что это значит? Ну, для меня это на самом деле означает некоторую специфику моего круга общения. Очень многие люди в моей сфере, они друг на друге женятся, они друг с другом дружат, они друг с другом живут в некотором смысле, в широком смысле слова. То есть весь круг общения, он завязан на профессиональную сферу. Я в свое время, в какой-то момент меня тоже начало затягивать, и я поняла, что я хочу положить этому предел. Поэтому мой дружеский круг, я вообще человек очень такой, для которого дружба это очень важно, очень дорого. У меня есть прям близкие, важные друзья, такая расширенная семья. Практически никто из них не относится к моей профессиональной сфере. У меня муж не имеет вообще никакого отношения к моей профессиональной сфере, и для меня это тоже очень хорошо и важно. Если он может прочитать какой-то мой текст, а может и не прочитать, он довольно много читает, но далеко не всегда наши вкусы совпадают. Для меня это очень важно. То есть я поддерживаю вот эту незримую границу. Я не дружу ни с кем из писателей, никогда. Я по возможности стараюсь с ними даже не знакомиться. Бывают несчастные случаи, когда человек уже сначала познакомился и подружился, а потом он стал писателем. Ну, тут уж что поделаешь. Но и то, это всегда модифицирует отношения. То есть я, грубо говоря, снимая вечером маскарадный костюм литературного критика Галины Взефович, я перестаю быть литературный критик Галины Взефович. Для меня это очень важное разделение. Я не хочу оказаться, чтобы вся моя жизнь состояла из литературного сообщества, чтобы все мои друзья это были люди из индустрии, чтобы вся моя семья была в это вовлечена. То есть для меня это важное различие. Скажем, мой муж никогда не ходит на какие-то публичные мероприятия с моим участием. Зачем? Ему меня дома выдают. Чего он еще попрется? Что я ему нового такого могу рассказать? Это не значит, что мы не интересуемся профессиональной жизнью друг друга, но это все-таки это именно профессиональная жизнь, которая остается за дверью, когда ты пришел домой с работы и у тебя наступил вечер и отдых. А вот вне этой профессиональной жизни, в вашей жизни, что для вас самое важное, ценное? Как вы предпочитаете отдыхать, проводить время? Ну, во-первых, я очень люблю путешествовать. Сейчас это немножко сложно, но тем не менее. Мы обожаем путешествовать с семьей, погрузиться вчетвером в машину и поехать осматривать, не знаю, две недели ездим по северу Испании. Сейчас, поскольку открыта Турция, мы безостановочно ездим и смотрим античные руины в Турции. Это для нас тоже большое счастье. Почему именно это именно такой отдых, когда мы куда-то вместе едем? Вообще, я очень семейная, для меня отношения с детьми, это, пожалуй, самое важное. Я мать-перемать, а у меня очень тесные дружеские связи, то есть у меня есть друзья, которые часть моего семейного обихода, и которые совершенно непредставимы вне моей жизни, то есть я не могу себе представить, что в моей жизни нету такого-то, и такого-то, и такого-то человека. коротко говоря, я люблю, я очень домашняя, я люблю сидеть дома, я бесконечно готовлю пироги, я готовлю еду, это для меня тоже такое очень счастливое состояние потока. Вот стоишь, там режешь какую-нибудь морковку, и это тебе хорошо, или взбиваешь белки. Вот, вот примерно так, то есть я много занимаюсь спортом, я хожу на фитнес четыре раза в неделю, совершенно без идеи стать какой-то идеальной фитоняшкой, просто потому, что я люблю движение, для меня это какое-то большое удовольствие, радость, и я из этого черпаю энергию. Как вы все это успеваете? Просто фантастика. У меня есть календарь, у меня есть гугл-календарь, в котором все записано, включая тренировки. Вот этот наш новый мир пандемийный, какой-то отпечаток на вас отложил? Как вы переживаете этот последний год? Очень плохо переживаю, на самом деле, прям действительно, мое вечное, неистребимое, оптимистическое чувство, несколько подистребилось за этот год. Я плохо пережила пандемию, у меня возникло ощущение, что мир сломался, и что то, что мне казалось прочным, оказалось хрупким, что вещи, которые для меня оказались совершенно неотъемлемыми от моей жизни, моими неотъемлемыми правами, прекрасно отъемлются в любой момент, и что так может произойти снова. То есть я плохо пережила все это, но зато я сделала несколько важных для себя выводов. Например, я поняла, что я больше не хочу делать того, что не приносит мне радость, и я не хочу общаться с людьми, которые не приносят мне радость. То есть я как-то, вот это ощущение того, что все может сломаться в любой момент, оно заставило меня немножко по-другому посмотреть на то, что я делаю, с кем я общаюсь, как я провожу время. Я поняла, что жизнь конечна, все может сломаться в любой момент, поэтому лучше не тратить то время, которое у тебя есть, на те вещи, которые тебе не доставляют радости в широком смысле слова. Это не значит, что надо с утра до ночи есть пирожные, а это значит, что не нужно заниматься тем, в чем ты не видишь смысла, что не кажется тебе самой ценным. А кроме того, мы купили дачу, и я поняла для себя вполне однозначно, что я не хочу жить в городе. Мы ни на какую дачу, конечно, не переехали, потому что мы купили дачу далеко, в прекрасном месте с точки зрения природы и красоты, но оттуда не наездили. Летний вариант. Да, но я поняла, что я вот хочу сейчас начать тот путь, который через пять лет меня приведет в точку, где я могу не жить в Москве, потому что я очень любила Москву очень много лет, а сейчас я поняла, что, может, любовь осталась, а желание в ней жить ушло. И я вот рассчитываю, что со временем мы куда-нибудь отсюда сдвинемся, причем именно не эмигрируем в другую страну, а просто перестанем жить в большом городе типа Москва. Так что это тоже было некоторым образом полезное понимание себя, то есть я лучше познакомилась с собой за этот карантин, хотя нельзя сказать, чтобы это было бесплатно. Не могу не задать ваш же собственный вопрос, мне очень нравится, вы задаете своим гостям его о любимом культурном генокоде, потому что, мне кажется, действительно это вот такая скорлупа, в которой каждый все равно пребывает и живет. Вот что это для Галины Язукович? Ну, самый простой ответ на этот вопрос, конечно, во мне очень много античной культуры, то есть для меня Гомер, Софокл, Эврипид, Лукиан, Катул, это не имена из антологии, античной литературы, которые на первом курсе были прочитаны и возненавижены. Это для меня такие очень важные, дорогие для меня авторы, к которым я возвращаюсь. Плутарх, Фукедит, конечно, Геродот, вообще лучшие чтения всех времен. Для меня это очень важная часть меня и, главное, очень живая. Для меня античность, в частности, благодаря пяти годам на классическом отделении, это очень живая вещь. Я помню, что один мой коллега, Сергей Морозов, в какой-то момент написал, что он тут взял и почитал из хила. Боже, как это пыльно, как это устарело, как это можно сегодня читать. В общем, обфыркался. А я даже не могу понять этого взгляда. Для меня это абсолютно живая, эмоционально наполненная традиция. То есть, конечно, античная культура, античная литература, она прям очень во мне близко, и я не могу увидеть в ней ничего архаичного, устарелого. Я обижаюсь, когда я про это слышу, потому что для меня это живая литература, живая традиция. Второй важный, не менее, наверное, важный пласт, это европейские эпосы, которые для меня пришли в мою жизнь через Толкина, через «Властелина колец». Вообще, «Властелина колец» одна из главных книг в моей жизни, которая в значительной степени меня как тип личности сформировала. Я очень люблю эту книгу, я бесконечно ее перечитываю, для меня это такой прям столб. И от него я перекочевала понемногу к тем источникам, которыми Толкиен сам вдохновлялся, и это, конечно, «Песня о небелонгах», и «Беа Вульф», и «Старшая и младшая Эда», и «Сага Греттери», «Сага Аньяли», «Похищение быка из Куальнги», «Ирландский эпос», «Обиногеон», «Валийский эпос». Вот это вот все тоже как-то очень важный кусок моей душевно-интеллектуальной биографии. Если говорить о русской литературе, то для меня, наверное, я сейчас скажу чудовищную банальность, но для меня вся русская литература начинается с «Капитанской дочки» и «Повестия Белкина», именно если говорить о прозаической литературе. И «Герой нашего времени» это вот то, тоже вот, наверное, Пушкин-Лермонтов именно как проза. Это для меня тоже какой-то важнейший элемент, важнейший костяк меня. Особенно «Герой нашего времени» это для меня такая книга, которую я бесконечно люблю, бесконечно раздражаюсь на главного героя. Я провела длинный, у меня длинный опыт отношений с Печориным, начинающийся от романтического увлечения, кончая полным отторжением, раздражением, неприязнью, потом постепенным переходом к какому-то опять новому принятию понимания. Вот у меня отношения, конечно, с «Героем нашего времени». Если говорить, скажем, о Достоевском, то мой главный роман у Достоевского – «Это идиот». И это тоже какой-то такой роман, из которого, что называется, черпаешь какие-то кусочки личности. То есть делать жизнь с кого? О, немножко Аглае Пончиной, немножко самого, собственно, идиота, немножко страсти Парфена Рогожина. Вот для меня это такой тоже системообразующий роман. Главная книга моей жизни, это уже мы с вами упоминали, это история моего современника Владимира Голоктеновича Короленко. Это его мемуары, которые я бесконечно люблю, бесконечно всем рекомендую. Мне кажется, это одна из, даже не то, что лучших книг, это такой опыт коммуникации с невероятно хорошим человеком. Короленко был удивительно хороший человек, причем это не такой наивный идеализм, а он правда очень хороший, очень умный и при этом очень человечный, благородный, достойный, чистый душой и сердцем. И я очень эту книгу люблю, и для меня это какой-то очень утешительная вещь, которая внушает мне оптимизм. Все вокруг литературы. В основном, конечно, да, конечно. То есть это вот все-таки определяющее. Безусловно. Но есть какие-то вещи за пределами литературы, которые на меня бесконечно сильно повлияли. Например, на меня невероятно повлиял в свое время кинематограф Анжио Вайда. Я вообще очень люблю все польское. И тут уже сложно понять, я полюбила польское из-за Вайды, или Вайда стал результатом любви к всему польскому. Я большой фанат польской культуры. Его фильмы такие, не знаю, как «Пейзаж после битвы» или «Барышня из вилка». Не самые его известные фильмы. Но для меня это, конечно, какой-то такой тоже краеугольный камень меня. Я очень люблю классическую живопись. Тут я совершенно скучный человек. Для меня все, что после импрессионистов, ну, по большому счету, не то, чтобы я это не люблю. Я к этому отношусь с большим интересом и уважением. Но это не то, что вот как-то состоит, не то, из чего я состою. А так, конечно, не знаю. Если классическая живопись, то все-таки это какое время? Я очень... Вы знаете, я странный человек. Я люблю скучную живопись, которую мало кто любит. Я люблю, не знаю, какого-нибудь Николя Пуссена. Скучнее Пуссена, поди найди что-нибудь. Или Сальватор Роза какой-нибудь. Тоже вот это вот поздний, такой маньеризм, поздний ренессанс, раннее новое время. Я нахожу его бесконечно прекрасным. Но с другой стороны, не знаю, какой-нибудь Пентурикио тоже, конечно, течет в крови. И кто же не любит Пентурикио? Ничего же прекрасней нет. Сиенский собор, расписанный Пентурикио, это просто чистое, абсолютное, стопроцентное счастье. Я очень люблю русскую школу живописи. Один из моих любимых художников это Репин. Для меня он был очень важным вообще такой странным образом. Самое сильное на меня впечатление произвела его картина «Святой Николай Мерликийский спасает трех невинно осужденных». Не самая тоже известная его картина, но она, для меня это было какое-то абсолютное потрясение. Я очень люблю репинские портреты, даже больше, чем серовские портреты. Они для меня как-то глубже заглядывают в душу человеческую, пожалуй. Хотя такой у нас эталонный портретист это, конечно, Серов, а я вот люблю Репина больше. И вообще Репина в моей жизни очень много. И я очень люблю Василия Верещагина, для меня тоже один из важнейших русских живописцев. Вот этот весь такой колониальный дискурс, он мне кажется очень интересным именно сквозь такое специфическое одновременное сочетание русскости и вот этой колониальности. И, кстати, не все знают, но Верещагин вообще был очень популярен в мире. То есть имя Верещагина это важное имя. В прошлом году вот прям перед карантином успела побывать в Калькутте и в мемориале Виктория на почетнейшем месте висит огромная картина Верещагина и все знают, что это за человек, откуда он взялся. Был больше популярен скорее... Да, это такой мировой бренд, один из не очень многочисленных в русском изобразительном искусстве по-настоящему международных брендов. Ну, конечно, всякие мир-искусники тоже в свое время на меня произвели неизгладимые абсолютно впечатления. Там Сомов, Пенуа, Добужинский, вот это тоже такие образы визуальные, Остроумова, Лебедева, вот это вот все это вещи, которые тоже глубоко впечатаны в сердце моем, как говорил Достоевский. Вот примерно так, наверное, выглядит какая-то довольно разрозненная карта моей личности. А про музыку ничего не спрашиваешь? Нет, вы знаете, про музыку меня бессмысленно спрашивать. Я человек антимузыкальный, и я не то, чтобы что-то имела против, но со мной музыка не разговаривает. У меня есть плейлист, который состоит из Пёрсула, Монте-Верди и барочной музыки. Мой старший сын, который собрается посвятить свою жизнь музыкальным исследованиям, он как раз говорит, что есть два способа вообще не любить музыку. Совсем ее не любить или любить музыку барокко. Вот когда я включаю свою королеву-фею, он прям его перекашивает, потому что Пёрсул, это правда, очень базовый вкус. То есть вот Пёрсул, Гайден, вот большое спасибо. Дальше нет. И когда мой ребенок приносит мне с требованием послушать что-нибудь какие-нибудь экзотические музыкальные композиции эпохи раннего романтизма, я нет, спасибо большое, я так постою. Вы человек необыкновенно наполненный смыслами разными и человек счастливый, очень гармоничный и счастливый. Что это для вас вот это понятие счастья? Тут совсем недавно моя коллега Екатерина Шульман, коллега не потому, что она литературный критик, а просто потому, что она тоже такой публичный популяризатор чего бы то ни было. Она написала прекрасный пост про то, что к 8 марта, по-моему, про то, что главный секрет женского счастья это делать то, что ты любишь и не пытаться как-то прикрываться тем, что у меня семья и дети, поэтому я не буду делать того, что я люблю или я не буду это делать по какой-то иной причине, я должна зарабатывать деньги, а не вот это вот все. А вот мне кажется, что секрет моего счастья состоит в том, что я уже очень много лет занимаюсь делом, которое бесконечно сильно люблю, которое доставляет мне огромную радость в самых разных проявлениях и которое я ни от чего не отказываюсь, то есть нет такого, что я живу какую-то отложенную жизнь, что вот я сейчас, вот у меня ребеночек вырастет и я займусь наконец, или вот мы сейчас выплатим ипотеку и вот мы, вот тогда я ого-го, нет, вот я живу здесь и сейчас и делаю здесь и сейчас то, что я хочу делать здесь и сейчас и, конечно, иногда ужасно устаю и жалуюсь и говорю, что вообще в деревню в глушь в Саратов никуда ничего больше не хочу, но на самом деле это просто минутная слабость, а в целом я занята любимым делом.